Я всех приветствую на своем канале Infamity Infam и с вами Лена. Сегодня у меня будет вторая часть о Люксембурге, только первая часть это была в основном о стране информация и что это за страна, где она находится. Вторую же часть я уже сделала более, как сказать, приближенную уже к своей личности, к своему переезду и своим ощущениям. Я думаю, что каждый переезд, он нелегок, особенно когда вы помимо языка меняете, в общем-то, все свое окружение, то есть вы оставляете там своих друзей, свою школу, ту умеренную жизнь и вы переезжаете в новую страну. Снова же, большая проблема, конечно, не знание языка, когда вы не понимаете людей, они не понимают вас и это языковой барьер, а также культурный барьер, когда, в общем-то, у вас приняты одни вещи, у них другие и вам надо, вот, скажем, привыкать, воспринимать. Поэтому, да, происходит это дело не очень легко, особенно когда вы переезжаете в таком возрасте, когда у вас вот переходный возраст, когда, в общем-то, у вас вроде бы идеи уже насчет будущего, но вы не можете их особо составить, потому что все поменялось и вы должны знать, как оно будет. Вот. Мои первые ощущения. Ну, во-первых, наверное, первое, что мне было немножко тяжеловато, когда вы из города переезжаете. В Люксембурге как? Есть столица, но люди живут, они за городом, некоторые близко к столице, некоторые очень-очень далеко. К счастью, мы жили рядом со столицей, то есть это было буквально 10 минут, очень же такое хорошее место, но, знаете, такая вот тишина. Обычно я привыкла, там, машины ездят, люди идут, это город, это он кипит, а тут как бы вот такая вот тишина, и вот вы к этому привыкаете, что все довольно так тихо, мало людей, и то, что улицы безлюдны. Поэтому как-то, не как у нас там, бабушки сидят на скамеечках, дети играют во дворе, таких дворов нету, потому что высокоэтажных домов просто-напросто не существует, вот этих вот дворов, а у каждого либо свой дом, либо квартира, вы находите, может, по соседству с кем-то. К чему еще было тяжело привыкнуть, это, конечно же, то, что люди не ходят в гости, все встречаются либо в кафе, либо... То есть ваш дом, это ваша приватная сфера, это ваше, как бы, окружение, и к вам домой, или вы к кому-то домой не попадаете. Мне к этому тяжело было привыкнуть, я, если честно, к этому даже особо не привыкала, потому что... Я считаю, что когда вы переезжаете, есть вещи, которые, конечно же, надо с уважением принимать, а есть такие вещи, которые связаны с вашей культурой, и которые, если вы, скажете, с вашей культурой они у вас останутся, вы не ущемляете других. Поэтому вот это вот ходить в гости, приглашать других, она у нас осталась. Мой муж тоже очень любит приглашать гостей, поэтому вот у нас там в понедельник были гости, у нас там на выходных часто гости. Это... и, соответственно, люди приглашают нас в гости, поэтому с этим у нас проблем нету, и к этому я особо даже не привыкала. Если вернемся, конечно, к самому Лексенбургу, как я познакомилась с молодежью, ну, все-таки я приехала в 17 лет, и первое ознакомление с молодежью произошло негативно, потому что, объяснить, я жила в таком месте довольно, где жили богатые люди, где жили довольно-таки самодостаточные люди. Соответственно, дети у них более соответственные. Это была молодежь, у которых карманных денег было столько, сколько у некоторых зарплаты. Соответственно, ну, у них совершенно другое мировоззрение, и я бы скажу, наверное, тоже такое сленговое слово, как свои понты, поэтому с ними у нас мало чего вообще сложилось, и, знаете, как вот первое ознакомление такое произошло, и ты думаешь уже, что все такие. Конечно же, это неправильно, но хочу все-таки кое-что сказать. Дело в том, что с этой молодежью я познакомилась на моих летних работах. Я работала в коммуне, обычно каждое лето дают молодежи работу и возможность заработать денег на свои карманные расходы. И все-таки, несмотря на то, насколько состоятельные семьи, они своих детей посылают на эти работы, чтобы они знали, что такое труд, и чтобы они знали, как зарабатываются деньги. Поэтому вот что-что на это идет у меня с уважением. Например, у нас жил там брат самого герцога, у нас там жил министр, у нас там жили... Ну, в общем-то, такие вот, чтобы вам примерно поняли, какого рода люди. Вот. Ну, у меня, кстати, это и в плюс даже пошло такое соседство, потому что мне надо было кое-что попросить министра, и я как соседка это сделала. На самом деле, это совершенно не принято делать, но все-таки дала свои плоды, и он мне помог. Вот. Что же еще? Да. Как у меня сложилось положительное отношение, я после этой работы пошла в лагерь летний, и мы, в общем-то, на корабле плавали вот так вот по Голландии, и там я познакомилась с молодежью с нормальных семей, таких, как я. И там, кстати, вот очень даже положительные такие эмоции, потому что я, как я снова же говорила на английском, тогда я только начала изучать первое из алексинбургского, мне это очень помогало, и отношения были очень же такие добрые, и даже я там познакомилась с одной девочкой, с которой у нас были действительно очень близкие дружеские отношения, и я имею в виду даже после лагеря. Поэтому положительные воспоминания, и снова же совершенно меняется мировоззрение, совершенно меняется ваше мнение. Так как люксембургцев совсем мало коренных, то, конечно же, они всегда будут друг друга поддерживать, и работу больше дадут тому, скажем, кому они знают, больше коренным жителям. С одной стороны, если честно, я могу их понять, потому что, ну, я не знаю, представьте себе, там, что вот будет какая-то фирма, даже если это за рубежом, да, и пройдет русский, конечно же, русский больше возьмет русского, да, чем, допустим, там других, потому что, ну, там это тоже очень нравится ли это, но меня это особо не задевало, я, наверное, в каком-то смысле это понимаю. Даже когда я начала работать, вернее, у меня там проходило несколько практиков, то отношение ко мне было всегда положительным, были, как бы, русскоязычные мне рассказывали, знаете, рассказывали о люксембургцевском презрении, наверное, знаете как, у меня такое видение, если хочешь, чтобы тебя уважали, когда ты приезжаешь в страну, ты должен понять ее изнутри, понять, как она работает, какие-то правила, и некоторых их придерживаться. Также, если ты хочешь показать, что ты людей уважаешь, то начать учить их язык. В Люксембурге очень часто, ну, во-первых, огромное количество иностранцев, я могу рассказать огромное количество людей, которые живут там по 20 лет, и они на люксембургском ни слова не говорят, потому что им на работе это не надо, они там общаются на французском. Если ты все-таки хочешь показать, что ты эту страну уважаешь, ну, выучи ты пару слов на люксембургском, но чисто, чтобы показать, что ты их уважаешь, что ты приехал в страну не просто использовать там всю, их систему, а то, что ты хочешь быть частью них, и тогда люди к тебе, как бы, повернутся совсем с другой стороны, и, не знаю, я лично своим делом, конечно же, учила язык, и могла с ними общаться. У меня был недоскональный, им даже не надо, чтобы досконально разговаривали. Им очень приятно, когда просто люди хотя бы пару слов учат, чтобы показать, как бы, что они стараются. Ну, что уж, сказать, в школу я пошла в Бельгию, и потому что в Люксембурге, для того, чтобы учиться в лицее, или в гимназии, вы знаете, что там есть разные уровни, самые высокие, это, как и в Германии, там в лице и гимназия, да, потом идёт, типа, как ПТУ, наверное, в нашем русском языке, я просто уже сама не знаю, как у нас сейчас в школе, если есть какие-то такие классификации, так как я уже давно там была, то это, наверное, да, вот, когда учишь какую-то профессию, и потом ещё есть третий уровень, где, ну, совсем так, знаете, учат, там, писать, читать, ну, и минимум всего, я, конечно же, хотела учиться в гимназии, и в Люксембурге, из-за того, что вы будете в гимназии, вам надо знать, чуть ли не все языки, потому что у вас один предмет на немецком, один на французском, и третий, там, не знаю, на английском, соответственно, когда вы приезжаете, вас либо отправляют на курсы, сначала выучите языки более-менее, либо вы идёте вот куда-нибудь, вот, там, в такое вот, типа, как ПТУ, мне этого всего не хотелось, и просто какое-то время, когда мы приходили, пришли в министерство образования, мы сказали, да, идите год, поучите язык, для меня это, я как себе представила, это просто год, учишь только язык, и там, ни математику, ни физику, ничего такого, я себе такого представить не могла, поэтому взяла на себя, скажем, хардкор, я поехала в Бельгин, потому что там, неважно, берут вас, если вы хотите, и вы учат, ну, вас судят по вашим оценкам, по тому, как вы учитесь, и даже без языка меня взяли, и я одновременно учила и материал, и язык, было неимоверно сложно, я этого не буду скрывать, очень-очень, но мне это удалось, поэтому все-таки, когда вы стараетесь, то главное иметь характер и идти до конца, даже если вот в этом сложном, да, лицеем, что-то надеюсь, что в этом видео вы узнали немного больше о слове Люксембурге, что вы узнали немного больше обо мне, надеюсь, что видео вам понравилось, если да, то ставьте пальчики вверх, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, и я говорю, вам до следующих встреч в новых видео, всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,